На перекрёстке в горном щите столкнулись две иномарки. Один из участников аварии протаранил жилой дом. Как выяснили в ГИБДД, водитель Киа, двигавшийся по второстепенной дороге, не пропустил Тойоту, проезжавшую по главной. После столкновения Киа отбросила на забор стоящего на перекрёстке частного дома. В результате у виновника ДТП и двоих его пассажиров переломы рёбер и ушибы. Всех троих госпитализировали в 36-ю больницу. В Свердловской области завершается учебный год. Для первоклассников летние каникулы начинаются с 23 мая. Для всех остальных – недели позже. По словам губернатора Евгения Куйвышева, домашнее задание первоклассникам уже не должны задавать, так как с пятницы они начнут отдыхать. Остальные учащиеся по рекомендации регионального министерства образования задания на дом получают и выполняют по своему желанию. В мае обучение проходит в консультационном режиме. Эта граффити появилась минувшим вечером на стене пятиэтажного дома напротив 40-й больницы. Так стрит-артеры выразили благодарность врачам, борющимся с COVID-19. Правда, к утру от красок не осталось и следа. Сейчас на торце дома на Волгоградской виден только контур. Всё остальное, вероятно, появится позже. Так было и с рисунком, посвященным лётчикам, которые посадили самолёт в кукурузном поле. Тогда контур постепенно заполняли краской три художника. Портрет пилотов-героев радует жителей Сургута до сих пор.